Привет! С вами Sawyer, канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. Сегодня поговорим про тестирование. Это видео для совсем маленьких, то есть для новичков в тестировании. Я рассмотрю конкретный пример на TypeScript и использование фреймворка Jest, базовое использование этого фреймворка я покажу. Также я расскажу основные идеи, которые нужно знать, прежде чем приступать к тестированию. Если у вас есть опыт в тестировании, наверное, это видео не для вас. Если нет, то рекомендую послушать. Значит, вот что я хочу сказать в первую очередь. Основной императив тестирования говорит о том, что с помощью тестов можно найти дефекты в программе, но нельзя доказать их отсутствие. То есть, написав тест, мы проверяем конкретную функциональность. Если тест сломался, то мы знаем точно, что вот эта конкретная функциональность не работает. Если он не сломался, то говорить о том, что там нет других дефектов, мы не можем. Поэтому тестирование — это результат так называемого научного подхода в программировании, когда мы изучаем нашу программу с помощью тестов на неправильное поведение. Но этот подход не может гарантировать, соответственно, отсутствие дефектов. Поэтому корректность программы доказывается через математическую модель, математические методы, а через тесты мы лишь только проверяем какие-то основные моменты, которые нам интересны. Но тем не менее, тесты позволяют значительно улучшить качество работы программы, и многие хорошо протестированные программы можно назвать условно корректными, потому что основные вещи, основные пути работы программы проверены, и такие программы на практике падают и ломаются гораздо реже. Поэтому тестирование — это такой дешевый или самый простой способ проверить, что наша программа соответствует спецификации. Дешевый в смысле затрат, потому что любые формальные методики, они очень ресурсоемкие, их сложно делать. Это первое. Второй момент. Мы сегодня будем рассматривать конкретный класс, который мы с вами уже видели в видео про модификаторы. Я ее напомню, это класс H, который, в общем-то, ничего не делает, кроме того, что выводит с помощью метода toString на экран количество полных лет с момента рождения человека, введенного в качестве параметра, точнее, в качестве аргумента при создании класса. В общем-то, вы сейчас видите его на экране. Почему я решил взять этот пример? Ну, потому что здесь есть исключения, здесь есть, соответственно, вывод состояния и расчеты некого значения, и вывод его на экран с помощью toString функции. Ну, в целом, это простой класс, который должен быть понятен новичкам. И здесь нужно ответить еще два интересных понятия, прежде чем мы начнем инициализировать среду тестирования. Есть понятие такое, как TDD, TDD. Я думаю, все вы знаете, что это Test Driver Development, то есть разработка через тестирование. Основной признак этого метода разработки заключается в том, что вы сначала пишете тесты, а потом пишете код. Но, как вы видите, у нас код уже есть, и мы будем писать тесты для этого кода уже по факту разработав основной класс, который мы хотим протестировать. Поэтому, когда мы сначала пишем код, а потом тестируем, мы называем разработку TLD, то есть Test Last Development. И это вполне себе законный метод разработки. Их часто сравнивают и используют. TLD проще тем, что некоторые считают, что он быстрее. То есть когда у нас есть готовый код, и мы его покрываем тестами, вроде как это может ускорить разработку, хотя я вам точно скажу, что общего мнения на этот счет нет. Все дело в том, что те, кто хорошо и успешно применяет TDD, скажут, что это очень эффективный метод разработки, потому что перестроенный этот способ разработки мышления очень-очень помогает быстро двигаться вперед. Но, когда проект уже есть, когда код рабочий уже есть, его надо покрыть тестами, то TLD, наверное, вполне себе подойдет. Поэтому говорить, что из этого лучше или хуже, я не буду. Но, по факту, два таких подхода есть. Вы можете про них почитать и изучить. Теперь, отдельно хочется сказать про покрытие. Я не сторонник стопроцентного покрытия. И сначала, что такое покрытие? Покрытие — это когда у нас есть ветвление в алгоритме, ветвление в коде, которое, как правило, строится через условные операторы, либо через k-switch и тому подобные конструкции. Ветвление можно быть через тернарный оператор оформлено, но это все равно будет условный конструктор, который позволяет нам разделить поток программы на части. Ветвление, соответственно, может быть посчитано. Соответственно, мы можем посчитать все варианты, которые могут принимать условия на логические условия, которые есть в теле непосредственно блока if, и, соответственно, посмотреть, какие пути есть у программы. И вот покрытие — это когда все возможные варианты программы покрыты. То есть все условия, которые у нас есть, и их комбинация покрыты таким образом, что в каждый кусочек программы у нас попадает тест. Вот это стопроцентное покрытие, когда все варианты выхода из условий, из функций и так далее закрыты тестами. При этом нужно понимать, что такой подход все равно не гарантирует стопроцентного покрытия всех возможных комбинаций данных, потому что комбинаторно комбинации данных, которые могут в нашей программе быть, оно очень и очень быстро растет, это количество, поэтому стопроцентное покрытие не гарантирует того, что все варианты входных данных и их комбинации покрыты. Только вот именно покрытие по условиям. Поэтому даже при таком подходе остаются проблемные места. Я сторонник того, чтобы отталкиваться от того, что нужно тестировать основную функциональность. И этот вариант, на мой взгляд, более эффективный, чем тестировать все. Все. Я не считаю, что должно быть стопроцентное покрытие кода, но оно должно быть достаточно высоким. Я не буду сейчас называть конкретных цифр, потому что это будет предметом спора, но тем не менее высокое покрытие — это, понятно, не 50, не 40, не 30 процентов, это гораздо больше. Это раз. И здесь нужно еще отметить, что с позиции тактики тестирования мы можем разделить два варианта тестирования. Когда мы тестируем проблемные места, либо тестируем границы наших данных, то есть когда у нас есть какие-то данные, какой-то тип данных, у него есть границы, на которых он должен работать. То есть, допустим, если это целочисленное значение, то, например, интеджер должен там быть, а не более 65 535. Соответственно, если это будет 65 536, это уже граничные условия, которые находятся вне диапазона или в области определения нашего типа. И вот на этой границе между 65 535 и 65 536 нужно протестировать. То есть граница — это когда мы выходим за пределы наших диапазонов. Это первый вариант тестирования, основной вариант тестирования, потому что, как правило, если алгоритм корректно работает на верхней и нижней границе, ну или на других границах, которые есть, то и внутри этих границ он работает приемлемо. Определение этих границ — это основное в тесте. Поэтому первое — это тестирование на границах. Второй момент — это тестирование за границами. То есть когда мы ищем конкретные мусорные, прямо скажем, данные, которые не должны быть введены в программу, но они могут каким-то образом в нее попасть, и мы проверяем именно на работу нашей программы с мусором, то есть мусор на входе. Это еще один, второй вариант построения теста. И третий вариант — это тестирование внутри границ, когда мы проверяем только основные значения внутри границ и причем далеко от этих самых границ. В принципе, комбинация всех этих трех вариантов в разумном количестве дает эффективный тест, который позволяет найти большое количество дефектов. И я бы оттолкнулся всегда от границ. Окей. Достаточно много я всего сказал. Давайте теперь инициализируем нашу среду окружения. Как я уже сказал, я буду использовать жест, но для начала давайте сделаем вот что. Для начала инициализируем npm. Я не буду какие-то значения здесь вводить, ну, просто по умолчанию все введу. Дальше установим все, что нам нужно. Мне нравится TypeScript, JavaScript, Node.js тем, что это очень эффективная среда для разработки и в основном для прототипирования своих идей. Поэтому вот на видео, мне кажется, это очень-очень удобно показывать с помощью именно JavaScript и TypeScript. А TypeScript — это замечательная штука, связанная с типами, с ограничениями, которые накладывают типами. Давайте сначала установим TypeScript, а теперь установим, собственно говоря, все те пакеты, которые нам нужны. Значит, что нам понадобится? Нам понадобится TS Node для запуска из консоли TypeScript, нам понадобится TS Jest, чтобы запускать, собственно говоря, тесты Jest совместно с TypeScript. Нам понадобятся типы, собственно, те типы, которые нам будут подсказкой для TypeScript, что и где у нас должно быть. И так как у нас там используется дата в нашем коде, то мы возьмем mockDate — это заглушка, которая mock, которая оборачивает методы date для того, чтобы возвращать конкретные значения. Для чего это нужно? Ну, мы сейчас далее поговорим. Окей, давайте эти зависимости установим. Пока не устанавливаемся, устанавливается. Давайте вот как раз поговорим про mock, stub, fake, ну и вообще в целом про double. Значит, мы уже установили, что тесты должны находить дефекты. Для того, чтобы найти дефекты, нам нужно запускать код. Когда мы запускаем код, нам нужно соответствующим образом проинициализировать те классы, которые мы хотим проверить. Таким образом, в тесте у нас есть класс или набор классов, которые входят в модуль, которые мы хотим проверить. Это фокус нашего тестирования. И те классы, которые помогают нам запустить этот класс для проверки. И так как нам не важно, вот эти вспомогательные классы, как они будут работать, точнее нам важно, чтобы они работали наиболее удобным образом. То есть если это класс, который завязан на базу данных, он не должен лезть в базу данных, чтобы нам проверить какую-то конкретную функцию. Нам желательно сделать так, чтобы тест работал быстро, потому что когда тестов накапливается много, все начинает достаточно медленно проходить. А медленные тесты — это первый признак того, что они не будут запущены. Поэтому тесты должны работать быстро. И до тех пор, пока мы можем быстро запускать тесты со всеми реальными классами и их инстансами, мы это делаем. Но в какой-то возникает момент, что мы не можем использовать реальный класс, реальный инстанс для проверки нашего класса, который является фокусом нашего внимания. И в такой момент нам нужно сделать что? Нам нужно подменить вот эти реальные классы, которые мы не можем использовать, на их двойников. Двойники — это такое понятие, которое говорит нам о том, что мы можем подсунуть похожий на наш реальный класс объект, и этот объект будет имитировать бурную деятельность, но ничего не делать. И вот если нам будет неважно, как этот объект, который мы подсунули в качестве инициализации нашего целевого класса, как он себя ведет, и мы вообще не будем его использовать в реальности для вот этого конкретного теста, который мы пишем, тогда он будет называться пустышкой. То есть он может быть каким угодно, главное, чтобы у нас все скомпилировалось, все запустилось. Если этот объект будет достаточно сильно похож на реальный наш класс, ну, например, если это класс, который работает с базой данных, и вместо того, чтобы класть данные в реальную базу данных, он будет просто временно хранить их где-то у себя в памяти, то этот объект будет называться фейком, подделкой. Он будет очень-очень похож на реальный класс и по интерфейсу, и по способу взаимодействия, но он не будет выполнять всех реальных действий. Ну, например, не будет отправлять реальную почту пользователю, либо не будет реально, как я уже сказал, класть данные в базу данных, а временно хранить у себя в памяти и что-то подобное делать. То есть он будет подделкой. Дальше идет целый такой класс, который называется стабы. Стабы — это заглушки. Заглушки, они очень похожи на фейки, но их отличие в том, что они гораздо, скажем, проще имитируют поведение даблов, то есть поведение двойников. То есть у нас стаб направлен на то, чтобы оперировать со стейтом, со состоянием объекта, каким-то образом его фиксировать и в случае необходимости передавать нашему тестируемому классу. То есть заглушки — это в основном в динамических языках функции, которые подменяют, например, реальные функции реальных классов. Заглушки — это могут быть и самостоятельные реализации через интерфейс каких-либо классов, но с функциональностью, не похожие на оригинальную. То есть они, в принципе, сразу инкапсулируют себе необходимое состояние. Таким образом, заглушка или стаб — это тест, который, точнее, поддельный объект, который, двойник, который ориентирован на сохранение состояния и предъявление этого состояния в тестируемом классе. И последний дабл, последний двойник — это МОК. МОК — это вообще интересная целая группа, обладающая целой группой свойств дабл, который направлен на имитацию поведения. То есть МОКи — это такие классы, которые, как правило, оборачиваются вокруг реального класса. То есть это очень часто является оберкой вокруг реального класса, но тем не менее, оборачиваясь, они лишь имитируют его интерфейс. И в МОКах мы должны полностью по шагам указать, какие действия и какие результаты этих действий этот МОК может выполнить. То есть, грубо говоря, МОК полностью специфицирует поведение того класса, который он оборачивает. Это очень сложная концепция, поэтому в этом видео я ее не буду рассматривать, но если интересно, напишите в комментариях, я сниму про это видео. Таким образом, МОК — это, наверное, с позиции возникновения один из самых последних даблов, который использовался уже в так называемой штуке behavior driving development, то есть тестирование через поведение. И основное отличие МОКа от стаба, если вот взять так укрупненно, заключается в том, что стаб направлен на тестирование состояния, а МОК направлен на тестирование поведения. Это очень, как я уже сказал, огромная, большая тема, поэтому на этом давайте остановимся. И я лишь скажу, что в нашем примере мы будем использовать, несмотря на то, что библиотека называется mock date, на самом деле это обычная заглушка, которая заменяет вызов функции now в объекте date в JavaScript. То есть она будет возвращать нам фиксированную дату, которую мы будем указывать. Это обычный, обычный стаб. И все, наше тестирование сегодня будет направлено на тестирование состояния. Окей, вот у нас уже установился фреймворк. Давайте теперь сделаем вот что. Запустим наш test.gest с командой config init. То есть инициируем config для нашего теста. Отлично. По сути уже все сделано. И теперь мы можем в нашей среде запускать тесты. Но для того, чтобы нам запустить тест, нужно его, этот самый тест, сначала написать. Начнем мы вот с чего. С примера того, как, по сути, выглядят все тесты. Значит, у любого теста выполняются четыре шага. То есть любой тест — это всегда, в общем-то, имплементация четырех основных шагов. Первое — это так называемый setup. Setup — это когда мы устанавливаем значения, необходимые во всем тесте, в рамках всех запускаемых тестов. И setup обычно включает инициализацию дефолтных состояний, либо констант, который мы будем использовать дальше. Он может быть выполнен как в виде отдельного метода, который так и будет называться setup, а может быть выполнен, как вот у нас в нашем примере, как часть выполняемой функции. Значит, Jest предлагает нам достаточно много механизмов запуска тестов, но основной, который используется сейчас в большинстве фреймворках и библиотек по JavaScript, заключается в вызове метода describe. И здесь достаточно простая логика. Describe — это функция, которая объединяет в себе набор тестов с общей логикой. То есть она определяет фокус нашего тестирования. Мы внутри тестируем либо класс, либо набор классов, связанный с одной функциональностью, и рассматриваем в виде множества тестов, которые рассматривают нашу функциональность с разных углов зрения. Соответственно, describe состоит из двух параметров. Первый параметр, вот в данном случае мы передаем аргумент age, это, собственно говоря, название нашего класса, который мы будем тестировать. Его мы импортируем из нашего примера. Значит, дополнительно мы импортируем set и reset. Это как раз стабы для установления заглушек для нашей даты. И, собственно говоря, вторым аргументом в describe мы передаем уже конкретно метод. Точнее, в данном случае это анонимная функция, которая выполняется в контексте как раз вот нашего предмета тестирования класса age. Значит, функция выполняется, вот ее начало, вот ее конец. И, соответственно, первое, что мы делаем, это делаем setup. Как я уже сказал, мы могли бы это сделать отдельным методом, но вот мне больше нравится так. Прямо через замыкание внутри функции указать базовые значения, которые нам понадобятся. Нам понадобится дата, и на самом деле название не очень удачно, я его не стал переделывать. Можно было бы назвать ее как-нибудь fake date, то есть ложная или обманная дата-обманка, которая будет являться значением, ну или now date. Да, вот сейчас мне пришло название, я когда вам обсуждал, начал размышлять, я понял, что это, наверное, было бы лучше всего назвать now date. То есть это та дата, которая якобы сейчас есть в реальном времени. Тестирование даты и вообще тестирование с окружением всегда связано с тем, что окружение изменчиво, и мы не можем зафиксировать окружение для нашего теста, чтобы результат наших функций, наших классов, их методов всегда был одинаковым. Поэтому первое основное, что мы делаем в подобных тестах, это либо изолируем окружение, и это по дизайну должно отражаться в наших классах. Это, кстати, причина, почему TDD так любят, потому что, когда мы начинаем тестировать, мы сразу понимаем, как спроектировать наш класс, чтобы его можно было легко спроектировать. Есть такое мнение, что хорошо спроектированный класс хорошо тестируется. Поэтому, когда мы в первую очередь делаем тест, а потом проектируем под него класс, мы, соответственно, улучшаем архитектуру нашего класса. Но, тем не менее, то есть основное, что мы делаем во многих статических языках, это строим классы таким образом, чтобы окружение было изолировано и принимало необходимые значения в качестве аргументов. Но в динамических языках, таким, как является JavaScript и, соответственно, настройка над ним TypeScript, мы можем вполне себе через стабы зафиксировать нужное нам поведение, и это значительно проще. Я считаю, что не надо усложнять там, где можно упрощать. Поэтому, в данном случае, вместо того, чтобы делать класс такой, который независим от окружения, мы просто сымитируем окружение через заглушки. Отлично. То есть у нас будет дата, которая обозначает now. Дальше. В сетапе мы еще, кроме этого, говорим, что у нас есть data now, которая представлена timestampом. Это нам понадобится потом в реализации тестов. Ну и мы делаем еще одну заглушку, которая говорит о том, что у нас будет в тесте еще использоваться myAge. Хотя, по большому счету, вот его мы могли бы определить уже на уровне каждого теста отдельно. Это уже пример непродуманного с моей стороны примера. Пример примера. Извините за тавтологию. Ну, в общем, можно было бы myAge сюда не вносить. Окей, сделали сетап. Дальше мы выполняем инициализацию перед каждым тестом. То есть перед каждым тестом выполняется инициализация. Это еще один блок, который выполняется в рамках любого теста. То есть инициализация до теста и подчистка после теста. Значит, вот это основные шаги, которые выполняются просто в любом тесте. Это базовая основа любого теста. Дальше идут тесты, внутри которых выполняется в первую очередь полезная нагрузка. Выполняется то действие, которое мы хотим совершить. И валидация результатов. То есть, по сути, у нас есть четыре основных секции в каждом тесте. Две из которых мы видим на экране. Первое – это сетап. Второе – это инициализация перед каждым тестом. Это подготовка окружения, подготовка или очистка данных. Дальше, внутри каждого теста выполняется полезное действие. Плюс валидация или верификация, правильнее сказать, результата. Окей. Значит, на заглушку мы посмотрели. Не на заглушку, а на базовый тест мы посмотрели. Теперь нам нужно сюда. Обычно между before each и after each добавляется уже непосредственно конкретная полезная нагрузка. Как она выглядит. Это тоже функции, которые реализуют уже конкретные ожидания. И если у нас изначально было, помните, ключевое слово describe для описания группы тестов, то конкретные тесты можно описывать двумя ключевыми словами в жест. Первое – это тест, но я его не использую, потому что мне больше нравится тот вариант, который вы видите на экране – eat. Eat – это тест из серии как раз Behavior Driver Driving Development, то есть из серии тестирования поведения. И это очень-очень удобно, если читать, что называется, все вместе. Если мы вспомним, как назывался у нас в секции describe описание нашего тестируемого объекта, то он назывался age. И теперь мы можем построить прямо английскую фразу из первого аргумента describe и eat. То есть age, а дальше eat should use timestamp as above date. То есть это, по сути, удобное описание нашего теста в виде спецификации. То есть eat – это явный элемент спецификации. Он должен. Мы ожидаем. Спецификация как раз и описывает ожидание от теста со стороны пользователя, со стороны программиста, потому что пользователем спецификации является программист, который должен реализовать. Таким образом, мы описываем, что мы ожидаем с позиции спецификации от реализуемого класса. Ну и в данном случае мы ожидаем, что он будет принимать в качестве аргумента timestamp. Мы, соответственно, таким образом делаем локальную переменную myAge. Кстати, вот почему я сказал, что нам не нужна. Она была вынесенная за пределы функции в зону сетапа, потому что мы будем ее определять в каждом тесте отдельно. Окей. И дальше просто говорим, что myAge должна быть определена. То есть она должна быть чем-то похожим на истину. Вот expect — это ключевое слово, gest, который в своих аргументах принимает наш класс или какую-то функцию, которая должна нам вернуть какой-то результат. А дальше через точку мы, собственно говоря, рассматриваем, какие варианты ожидаемого поведения допустимы. В gest есть целая страница документации, описывающая, какие варианты ожиданий возможны. И вот одно из них — это to be truthy. То есть быть не пустым, не инициализированным объектом. То есть если у нас здесь что-то произойдет и сюда вернется undefined в myAge, то undefined не является, не может быть сведен к истине, не может быть рассмотрен как истинное значение. И тогда этот тест упадет. Если у нас будет успешно все инициализировано, в myAge будет объект с классом newAge, и все будет замечательно. Это первый тест, который мы добавляем в нашу спецификацию. Второй тест. Давайте вспомним, что если мы передадим значение в будущем, то у нас должна быть выведена ошибка. Поэтому давайте посмотрим второй вариант. И здесь тоже ключевое слово eat. То есть age should not accept a future timestamp. То есть не должен принимать timestamp, который является будущим временем. И мы делаем здесь очень простую штуку. Мы говорим expect. Как я говорил, может быть в качестве аргумента передана анонимная функция, в которой мы создаем класс. И он, как видите, плюс один. То есть timestamp на единицу больше, чем та дата, которую мы принимаем текущей. И мы ожидаем, что в результате будет выброшено исключение. И здесь нужно отметить, что вот это, это тоже тестирование поведения. То есть мы не проверяем конкретное состояние объекта. Мы проверяем то, что он выкинет исключение. Выкидывание исключения — это уже все-таки поведенческий тест. Таким образом, вот эта граница между проверкой состояния и поведенческим, она очень размытая. И, как правило, тесты, они так или иначе объединяют все вместе. Хотя в данном случае для проверки поведения мы не использовали mock. Помните, я говорил, что mock — это один из основных инструментов проведения теста на поведение. Так вот, оказывается, что можно и без mock обойтись. Это важный момент, обратите на это внимание. Вообще в тестировании такая голая теория, она постоянно подвергается всяким искажениям, изменениям. И вот разделение по стабам и mock, что один — это состояние, другое — это поведение, оно очень-очень условно. Вообще здесь прямо таких четких границ, вообще как в программировании, нет. Ладно, давайте посмотрим теперь еще на третье условие нашей спецификации. В общем-то, теперь мы и тестируем уже тот интерфейс, который нам предоставляет наша функция. Как вы видите, я в данном случае использую тесты, которые лежат внутри диапазона. Вот именно третий тест. Второй тест был на тест вне диапазона, да, то есть первый тест был на инициализацию. Тест на инициализацию — это, в принципе, можно рассматривать как тест внутри диапазона, потому что мы берем какое-то валидное значение, передаем, все создалось, все замечательно. Сейчас я вам расскажу про избыточность. Вы, наверное, уже заметили, что первый тест является избыточным. Мы об этом сейчас отдельно поговорим. Давайте конкретно этот тест. Теперь я уже перехожу в этом тесте на тестирование внутри диапазона. То есть я беру те данные, которые не лежат на границах таймстэмпа, потому что таймстэмп, как вы понимаете, ограничен там 2030 каким-то годом, а я беру 2018 год. То есть это тестирование внутри диапазона. Соответственно, мне внутри нашего диапазона таймстэмп интересна еще одна граница, которая уже является границей нашей бизнес-логики. И эту бизнес-логику я, соответственно, выделяю. Речь идет о том, что нас интересуют полные года. То есть если мы возьмем день на следующий день за нашей реальной датой, это плюс один год. Если мы возьмем день до нашей реальной даты, это минус один год. То есть я знаю, что границей, уже логической бизнес-границей является конкретно, является ли внутри нашего года дата позже, чем текущая или раньше. И вот это я отражаю в этом тесте. Видите, если мы берем будущую дату, то есть ближе, чем… Точнее, наоборот, дату более близкую к нашему текущему времени, то есть это, условно говоря, день, который много лет назад был за нашим. Наша дата – это 09.26. Сейчас я испытываю затруднение как-то просто объяснить. Но смысл в том, что 09.26, а мы берем 09.28. Соответственно, у нас день рождения будет через два дня. Соответственно, у нас должен… Еще нету вот этого текущего года, не плюсуется к нам в полный возраст. И беру дату, которая за день до этой даты, 25. Соответственно, мы уже плюсанули этот год. То есть вот этот последний год, который сейчас идет, мы понимаем, должен он плюсоваться или не должен. И мы, соответственно, в одном случае должны вернуть единичку, а потом в другом случае вернуть двойку. Понятно, что я нашел границу. И вот этот тест, который, с одной стороны, является тестом внутри границам относительно timestamp, является тестом на границе относительно бизнес-логики. И вот в этом весь фокус – искать те коллизии, те границы, которые нам могут быть интересны. Это может быть 29 февраля. Все знают, что високосный, невисокосный год. Вот. Ну и, кстати, здесь, я знаю, есть ошибка в реализации. Если мы поставим здесь 27 число, как раз из-за високосного, невисокосного года произойдет ошибка. Я не стал ее рассматривать, потому что это нужно просто поменять реализацию. И для тестирования, для иллюстрации тестирования это не имеет значения. Но вы можете взять эти примеры и поставить вот здесь 27 и понять, как это исправить. То есть вот как раз поиск границы в данном случае нам выявил бы проблему. Но если интересно, я чуть позже ее все-таки покажу. Окей. То есть мы нашли границы нашей бизнес-логики и есть границы наших типов. То есть очень часто какие-то вещи в программировании для выражения каких-то вещей используют типы, которые принимают значений гораздо больше, чем нужны для бизнес-логики. По-хорошему, вот этот момент нужно отличать. Окей. Нашли границы бизнес-логики, проверили. И в итоге у нас появился вот такой тест. Точнее, спецификация ее даже, наверное, правильно назвать. Давайте итоговый вариант посмотрим. То есть у нас появился вот такая спецификация. Так как у нас уже есть под нее реализация, то все, что нам остается, это запустить и проверить, что все тесты будут зеленые. Дальше мы можем уже свободно менять нашу реализацию. И те вещи, которые мы зафиксировали, те тесты зеленые, которые зафиксировали, они нам будут гарантировать, что по крайней мере вот в этих трех зафиксированных моментах у нас все хорошо. И вот теперь я хочу вернуться к избыточности. Помните, я сказал, что вот этот вот тест на самом деле избыточный. Когда мы пишем тесты сначала, а реализацию потом, то у нас часто возникает ситуация, что более поздние тесты имеют гораздо более широкую область действия, чем более ранние. То есть мы дополняем детали. И оказывается, что вот здесь мы создаем объект, который принимает timestamp. И здесь мы создаем аж два объекта, которые принимают timestamp. Если вот этот тест упадет, то этот тест тоже упадет. Потому что, по сути, у нас и там, и там передается timestamp. То есть этот тест является под множеством вот этих тестов. И таким образом мы можем его безболезненно убрать. Это одна из основных задач рефакторинга тестов находить пересечение. Потому что я уже сказал, что скорость выполнения тестов это основное. Медленные тесты и тест-сьюты, то есть тестовые наборы, они всегда будут нам мешать. И чем меньше тестов у нас написано, тем лучше. Их проще сопровождать, потому что любые изменения в коде может повлечь с собой изменение тестов. Особенно если речь идет о изменении интерфейсов. Соответственно, чем меньше тестов и чем они информативнее, тем лучше. Второй момент. Нужно ли разделять вот эти тесты на два? То есть по сути мы здесь тестируем одну границу. И по большому счету я не вижу логики в том, чтобы разделить на два. Потому что нас интересует именно переход через границу. То есть по идее этот тест направленный на переход через границу и это тестирование границы. И нет ничего страшного, если в одном тесте у нас несколько ожиданий. И это вполне нормально. Так же, как нет ничего страшного в том, что мы создаем несколько объектов. Да, по классике чаще используется создание одного объекта. И потом expect используется для разных свойств этого объекта. То есть если у нас есть несколько свойств, которые мы хотим проверить, то, соответственно, у нас должно быть несколько ожиданий именно только свойств вот этого единственно созданного объекта. Но нет ничего страшного в том, что мы вот делаем такой тест. Главное в данном случае это простота. То есть мы не нарушили, не с позиции информативности. То есть тест проверяет границу. Все, что относится к границе, мы занесли в тест. Мы информативно понимаем, о чем идет речь. Единственное, что возможно как-то именно в названии теста стоило вот это тестирование границы обыграть. И таким образом тест вполне себе годный. На мой взгляд, но вы можете иметь другую точку зрения и расскажете ее в комментариях. Значит, здесь также нужно отметить, что я забыл сказать, что в before each и after each мы используем как раз установку даты, вот set date, а after each мы ее сбрасываем. То есть это каждый раз окружение должно быть чистым. То есть когда мы запускаем тест, мы должны каждый раз исходить из того, что предыдущий или порядок запуска тестов не имеет значения. То есть мы можем запускать эти тесты в произвольном порядке, и все они должны существовать сами по себе. Соответственно, порядок тестов не важен. Это еще одно важное свойство, которое должно быть у всех тестов. Если тесты завязаны в какой-то порядок, это плохая практика, ее нужно избегать. Окей. Давайте теперь просто запустим жест, чтобы проверить, что наши тесты запустились. Все здорово. Вот прошли все наши три теста. И теперь, как я уже сказал, мы зафиксировали свойства, которые наша программа будет сохранять. Но это не значит, что в ней не будет багов. Мы фиксируем только то, что нам принципиально важно. Ну и теперь я хотел бы вернуться к вопросу про то, что у нас в самом алгоритме есть ошибка, и тестирование на границах помогло бы ее выявить. Давайте я поставлю здесь 27 число. Напоминаю, что текущая дата у нас 26. 27-е – это завтрашний день. Соответственно, мы должны вернуть один год. Давайте сейчас проверим. Если я не путаю, это не должно отработать. Да. Смотрите. Вот что происходит, когда тест не отрабатывают. Ну, во-первых, он показывается как красный. Дальше показывается, что мы ожидали получить и что получили. Здесь нетрудно увидеть, что в самом нашем способе определения даты есть ошибка. То есть мы берем текущую дату в виде timestamp, вот, собственно говоря. Дальше отнимаем birthdate. И на самом деле результат будет зависеть от того, сколько високосных годов было между той датой, которую мы, вот эту разницу мы интерпретируем как дату, и между той парой дат, которой у нас являются now и birthdate. То есть сам алгоритм должен учитывать количество високосных годов. И если у нас между текущей датой и датой рождения не было високосных годов, а, например, 71 год был високосным, у нас как раз произойдет сдвиг на день. И знаю, что это звучит очень сложно, но тот, кто понял, в чем идея преобразования, должен понять, что количество високосных годов вот между now и birthdate должно быть таким же, как между 1970 и тем смещением, которое мы получаем в результате этой разницы. Если оно не совпадает, происходит как раз вот эта ошибка. Тест, который мы написали на границе, как вы видите, я его сначала схитрил, поставил 28 число, чтобы он прошел, потом поставил более честную дату и получил несоответствие. Соответственно, тест показал нам проблему. Дальше вы можете ради интереса предложить свое решение функции toString, которое будет учитывать и високосный год, и невисокосный год, то есть выдавать в данной ситуации корректное значение. И, ну, скорее всего, это будет разбором строки только получено. Это придется логику работы программы немножко менять. Ну, вот на этом все, что я хотел сказать про тестирование. Я сказал далеко не все, что можно сказать, и целые книги пишутся про тестирование. Это первое такое базовое видео. Я попытался рассказать основные вещи. Давайте я их повторю. Тестирование, основной императив, заключается в том, что мы можем с помощью тестов найти дефекты, но не можем доказать их отсутствие. Тестирование — это научный подход, который изучает программу с позиции поиска в ней дефектов. Это не доказательное программирование, это не гарантия корректности. Тестирование — гораздо более дешевый способ нахождения багов, чем доказательство корректности. Поэтому оно применяется шире. Тесты должны быть написаны таким образом, чтобы они могли идти в произвольном порядке. У каждого теста сьюта или набора тестов, в данном случае это представлено словом describe, есть четыре основные стадии. Инициализация, сетап, точнее первоначальная инициализация, инициализация окружения before, for each для каждого конкретного теста, сброс, соответственно, инициализации вот этого окружения перед каждым тестом, дальше в самом тесте непосредственно полезная нагрузка и верификация результата. Тесты нужно оптимизировать по количеству, то есть проводить рефакторинг с уменьшением тестовой базы, не стремясь к стопроцентному покрытию, потому что чем дольше тесты работают, чем больше они запускаются и тратят время на свою работу, тем выше вероятность, что они не будут запускаться достаточно часто. В разработке через тестирование тест должен быть написан до разработки, соответственно, кода, и тесты должны запускаться максимально часто. То есть технологии, позволяющие оптимизировать количество запуска тестов, одна из них — это рефакторинг. И не сбрасывайте никогда со счетов TLD, потому что тесты LAST позволяют покрыть тестами уже существующую кодовую базу, и во многих случаях это является промежуточным состоянием между разработкой и через тестирование у людей, которые осознали необходимость тестов, но не знают, с чего начать. Надеюсь, что видео было интересным, оно получилось достаточно длинным. С вами был Сойер, спасибо, что слушали. До свидания. В комментариях пишите, как всегда, свои мысли. Поправляйте меня, где я накосячил, потому что это важное дополнение к моим видео. Спасибо. До свидания.